Серийного убийцу и насильника судят в Ростовской области. Нескольким жертвам маньяка удалось выжить. Подробности расскажет Ольга Горшкова. Далее видеообзор криминальных происшествий. В Ростовской области перед судом предстанет серийный насильник и убийца. На след Давида Сарабашана сыщики вышли расследуя исчезновение 25-летней девушки осенью 2018 года. Сыщики установили, что садист подошел к жертве со спины, накинул на шею ремень, изнасиловал и задушил. Оказалось, по такой же схеме маньяк действовал не раз. Первое преступление он совершил еще в 2000 году. Тогда он убил двух женщин. Всего же на его совести 5 убийств. Самой младшей жертве было всего 16 лет. Еще нескольким женщинам, которых Сарабашан изнасиловал, удалось выжить. Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время оно будет передано в суд. В Новороссийске двое ранее судимых молодчиков совершили налет на круглосуточный магазин. Один злоумышленник повалил продавщицу на пол и сорвал с ее шеей золотую цепочку. В это время подельник мужчина опустошал кассу. Налетчики были в масках, но это не помогло. Полицейские быстро их вычислили. Сейчас оба подозреваемых под стражей. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Полтонны украденного сыра изъяли и вернули законному владельцу алтайские полицейские. Как установило следствие, преступная группа из 15 человек больше года орудовала на местном маслосырозаводе и вынесла оттуда продукцию почти на 4 миллиона рублей. Роли в преступной группе были четко распределены. Одни прятали продукцию на складе, другие выносили ее с территории предприятия и продавали. Теперь все они предстанут перед судом за кражу, совершенную организованной группой в особо крупном размере. Продавал никотиновые смеси прямо из машины. В Юрге задержан 20-летний парень, который наладил бойкую торговлю так называемыми снюсами. У молодого человека полицейские изъяли 130 банок с опасными смесями. Это 2500 разовых доз. Сейчас товар отправлен на экспертизу, а продавцу придется заплатить внушительный штраф.